Доброе утро, друзья. Сегодня 5 июля. Наконец нам в Сибирь пришла жара. 30 градусов сегодня будет. А вообще, напомню, смысл нашей передачи, это третья серия, наверное, и не последняя. Ко мне обратился москвич Станислав Аркадьевич, медик, который хочет иметь сад такого же уровня, как мой. Я ему ответил, может быть, даже будет лучше. Для этого надо сделать еще несколько шагов. Который я не успел сделать. Это вырастить очередное поколение. А вот, скажем, поколением становится лучше. Что у нас в минусе? Минусе у нас то, что они, эти, уже адаптированные к северу, вернутся в теплые края эти сорта. И, наверное, можно, что им надо не одно поколение. Вот это вот немного меня смущает. Но Танислав Аркадьевич не смущает. Посмотрим. Значит, и мы остановились на нескольких вариантах развития его сада, который пока на 24 сотках, но и есть возможность развития. Есть такая возможность. Так, сейчас немножко поправлю камеру. Экран немножечко неровный. Сейчас, сейчас, сейчас. А, ну, ладно, пусть так. И вот, значит, продолжаю. Итак, заниматься промышленным производством Европейской России очень сложно. Например, такая страна. В легкие годы мой сад был сожжен мотоциклистами. Пять гектар. На память мне осталось несколько фотографий. Вот одна из них. Вот. Реально, реально. Но выяснил в России. И второе минус это то, что на Западе очень низкая себестоимость у готовой продукции. Ими имеются в виду яблони, груши, сливы и прочие абрикосы. Я боюсь нам за ними не угнаться. Здесь классическое, именно классическое понятие. А в развитии садоводства я набрал кота, яблони в сады и урожай. Давайте посмотрим. Вот. И вот, когда мы начнем блистать, мы увидим вот все это дикое изобилие. Фотографии именно западные. Вот что касается груш, слив, вишен, абрикосов. Там часто попадаются среди западных именно мои фотографии. А вот с яблонями тут сложнее. Меня это и вывели из игры вот этим вот пожаром. Вот. А почти все, что вы тут видите, это западная технология. Видите, Станислав Аркадьевич? Вот. Она у нас непременна по следующей причине. Итак, железобетонные опоры, распятые саженцы, специальная механическая обработка, которая требует, как видите, чтобы у саженцев были штамбы. Это значит, что здесь изуродованная обрезка штамбы. И у нас они не выживают. А эта технология пришла к нам в Россию механически. Об этом меньше всего думают. И деревья, естественно, искалечены, получается. Уже только из-за штамбов. Раз. Из-за того, что они живут на черном паре. Видите, все обработано как. Вот. Если все это, а перенесены к нам были механически, и болеют. Болеют страшно. И если там на Западе, ну, чем теплее, тем, понятно, больше раздворили насекомым, особенно тем, которые калечат листья. Вот. И там 40 обработок. А у нас они, вроде бы, и поменьше этих насекомых зловредных, чем на Западе, да? Вот. Жуки, которые жрут ля, гусеницы. Вроде бы, поменьше. Обработок столько же, десятки, каждый год. И от слова трав. Почему? Потому что деревья у нас в России сильнее подвергаются морозам. Значит, подмерзания и бесконечные болезни, которые приводят к таким же результатам. На них нападают, именно на эти деревья, ослабленные нападают орды насекомых. Вот это мы не учитываем, к сожалению. Поэтому, можно еще раз. Вот. А я вернусь. Смотрите, меня все время поражает. Это все Запад, 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 Запад. Вот. А у нас делается так. Сейчас покажу. Вот эта картинка распространенная на наших сайтах. Хотя мы ни при чем. Понимаете? Вот. К примеру, еще несколько. Вот эта картинка распространенная. Ох, какое это. Но это все не наше, к сожалению. Нам достается только реклама и ублюдочные саженцы, которые никогда не дадут такие урожаи. Давайте вернемся чуть назад. Вот. Нашим овцам, которые стригут. Итак, полюбовались на урожаи с сожженного сада. И это очень важно. Дело в том, что если вернуться назад, пролеснуть, мы увидим, что ваш сад заросен уже дерном и прекрасно зеленеет. Но к осенью эта трава станет опасная. Поэтому один из моих советов выглядит так. Вот это вот свежая фотография несколько дней назад. Косилась уже второй раз за лето. И последний раз будет перед самой зимой. Почему? Вот вся трава, чтобы она не представляла опасность, она фактически уничтожается чуть ли не до голой земли. Это не перепашка, не вспашка. Это не рыхление, которое превращает сады современные в каторгу. Подчеркиваю, в каторгу. Вот. И поэтому мы с вами, имея возможность вот так вот чисто выбрить, слово выбрить интересно, да, выбрить траву, мы превращаем ее в мелкую крошку. И она становится съедобной для внимания. Я не болту. Вот эта фотография одна из многих. Посмотрите. Сейчас эти листья затаскиваются под землю. Не знаю, откуда зубы у червей, но они все это перетранспортируют вниз, перерабатывают. И поэтому следующий осенний этап – это листопад. То есть мы стараемся. Можно было бы так тщательно не выбривать до состояния того же самого черного пара, видите. Но от листу никуда не деться. Самая ценная на планете вещь в плане кормежки деревьев, в плане сокращения и даже увеличения плодородия – это листья. Я тут об отчаянии уже недавно на вебинаре чуть ли не кричал. Листья – это не мусор. Листья – это не опасная вещь, которую надо уничтожить. Сгрести, собрать. Помните, бесконечный эти мусор. Мусор – это страшнейшая ошибка. Вот так выглядит осенью мой сад. Так. И вот так. Значит, я оставляю часть, мне всё равно девать некуда, я оставляю часть урожая. Он перегнивает. И именно то, что советуют немедленно убрать, и, боже, всё это якобы гниющее, это тоже ошибка, всё это остаётся из года в год, из года в год, перегнивает и превращается снова кормить дерево. Вот здесь мои, и в десятках случаях, мои расхождения с официальной наукой принципиальные. Вот. К сожалению, страна большая, вот, и планета большая. Вот эти фотографии, их десяток было, остальные ещё жучее. Мне прислались при Балтике, человек хочет вырастить сад. Вот, вот видите, дикарь вырос всё-таки каким-то образом, дикарь, дикорос. А вот это попытка вырастить, когда после каждого дождя ценными днями стоит вода. Это крайний случай. Это ещё Станислав Аркадьевич не ваш случай. Вот. Вот это вот тоже прибавка, только если это было с той стороны границы, то ли Эстония, то ли Латвия, я забыл там. У нас тоже много русскоязычных друзей, садоводов. А это, я так и написал, начитавшись и насмотревшись всякой херни, у нас появилась новая тенденция учить людей. Вот человек пишет, правильно посадить садин из плодового дерева, подробное обучение. Не вырастив сада, а хочешь лайка, 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 это просто болезнь какая-то. А вдруг заработаю на этом. Человек берётся, начитавшись херни, действительно херни, начинает нас учить. У него это уже ближе к вам. А я бы не стал лишний раз пинать этого глупого человека. Станислав Аркадьевич, глупого какого? Не по жизни, нет. Он умный, хитрый такой, знаете. Но взялся не за своё дело. Даже умные люди могут, как бы сказать, совершать глупости. Да, почему? Доверчивость наша народная черта. И вот у этого дяди Вани такая дикая доверчивость. И выросил в сад, он взялся учить другие, чтобы ещё и на этом как-то заработать. Вот. Ну и заработал. Вот. В сад у него саженцы куплены, а до воды 78 сантиметров. Видите, это уже ближе к вам, Станислав. Я бы не стал говорить. Я не позорю этого человека. Он сам позорится. Потому что сперва взялся учить людей. Вот так вот. Взялся учить, да. Причём это опять каторжная, тупая, совершенно ненужная работа. Вот. И потом он загубил саженца Сергея Железова. Представляете, до воды 78 сантиметров. Вот. А потом в следующем фильме уже орёт. Вы великие садоводы. Почему у меня погибло? А какой же ты же учитель? Ты же учитель. Ты менторским тоном рассказываешь. Берём это, берём то, добавляем это, добавляем то. Сушать было противно. Почему? Он сделал колодец небольшой. Там уже, где его нога ещё 5 сантиметров, уже вода. Вот это и всё посадочное место. Там ниже вода. И он пытается изолироваться. Изолирует, 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 изолирует. Он делает смертельную ловушку. Он не знает? Так бывает. Причём же говорю. Может быть, он умнейший мужик. Может он там... Кто его знает? Какая основная его работа? Опытный, умный и всё. Речь всё о другом. Будучи, начитавшись, насмотревшись, херни, как я пишу, поверив, умный человек становится делать глупое действие. То есть сверху, с неба дожди идут. Он забыл об этом. То есть не догадывается. Он считает, что саженец будет у него расти. А получается наоборот. Гнилостная ловушка. Представьте себе. Посадили саженец. Прошёл проливной дождь. Это крайний случай. Я специально подобрал так. Это крайний случай. Но близкий. Примерно так же, как с той стороны. Там Прибалтика. И эта Прибалтика. Кажется, Ленинградская область. И что будет? Прошёл дождь. Ловушка заполнилась водой. А вода теперь уйти-то не может вниз. Потому что прошёл дождь. Начинается подсыхание. И понижается уровень грунтовых вод. А у него в колодце тут осталась сырость дикая невероятная. Вот так вот видите. А теперь мы с вами немножко уже это проходили. Помните, выше были фотографии. Или ниже будут сейчас. А нет, выше. Фотографии там, где уже метр до воды. Показывал схемы. Это было в серии номер два. Возвращаться не будем. Итак, надеюсь, что у вас два, лучше три метра. Надеюсь ещё на это. И уже надо брать где-то землю для того яма. Но ямка будет у вас особая. Так, это ниже мы увидим. А пока я говорю. Одно из самых главных требований по садоводству железного. Вот. Земля должна быть стерильной. И больше ничего в яму класть нельзя. Вот. Зали, заморочили голову мужику. А заморочили так, что он нашёл. И он теперь кипит с злобой. Вот. Самое интересное, что на тот момент, когда я его высмеял по неволе за его злобный фильм, он не стал убирать вот этот глупый фильм первый. Вот действительно глупый. Учитель. И вот получается так. Мы будем делать холмы, а земля для холмов должна быть стерильна. То есть все процессы, все, назовём гнилостые процессы, должны были закончиться тысячи лет назад. Тысячи. Вот это главное условие. Корни изувечены. Всё, что делают вот такие люди, а потом ещё и туда перегноют, добавят травы, и всё это становится, знаете, чем? Клоакой. Зловодные клоакой, которые будут гнить корни. Ведь корни-то изувечены практически всегда. Лучше, конечно, вырастить на месте, частично. Надеюсь, Станислав Аркадьевич так у вас и будет. Итак, надо учиться. Значит, вы... Ловлю вас на слое. Есть подарочный вариант книги. Стоит 1300 рублей. Я не хозяин книги. Извините за цену. Вот. Твёрдая обложка. Поэтому большая часть денег, 70% не мои. Поэтому не я эту цену называл. Я автор, и он же и перекупщик. То есть я продаю книгу не собственную. Я только автор. И помогаю её продавать. Твёрдая обложка. Получилась красивейшая книга. Пардарочный вариант. Вот. И на момент они кончились. Я хранил, до сих пор храню, пять экземпляров. Но я надеялся, как когда-то. Я уже раз подарил Путину. Я подарил Лукашенко. Я подарил нескольким известным журналистам. В надежде обратить внимание, что есть новое судоводство. Есть надежда на импортозамещение. Но до Путина она не дошла. Её отправили на изучение в институт. По схеме администрации президента. Минсельхоз отправил почему-то на Кубань. Эту книгу нашли, где изучать. Кто давать заключение? Те, кто не умеет выращивать абрикосы, здорово, да? Как там, на Кубани. И вот, получается, пять экземпляров лежат уже не один год. В надежде, что когда-то, может быть, всё-таки удастся лично вручить. Вот. Кому-то измерить. И кто-то перейдёт на нашу сторону. А так и делается сейчас, заканчивается, сейчас ко мне пришлют, ещё дополнительный тираж, пятьдесят экземпляров такой книги. Вот. Ну, роскошнее подарка уже не бывает, чем книга твёрдой обложки. Так, теперь записка зачарованного садовода гораздо дешевле. Вот. Но она в мягкой обложке, но очень хорошая. Столько фотографий ценнейших. Вот. И, наконец, брошюра. Стоит сто рублей вот такая брошюра. Здесь очень много полезных советов. В судовый карман и в электричку. Вот. А и на дачу. А если сразу четыре купить, то получается двести. То есть четыре по пятьдесят. Здесь минимум четыре. Вот такие дела. Вот. Теперь предлагаю те же книги в виде, в таком вот виде. То есть в электронном виде. Дешевле пятьсот рублей. Предлагаю. Это я перед вами рекламирую, Станислав Аркадьевич. Вот. Потому что и второй этап у вас будет. Первый этап уращивания саженцев в принципе. А второй, как часть из них должна быть. Не, конечно, можно все привить. Но тогда это вообще будет сад единственный в стране. Но тут дальше, ниже будет технология. Допустим, прививка разновидовая. Например, самое важное, что я предложу, все-таки прививка абрикоса на сливу. У которой корни гораздо меньше, чем абрикоса. Итак, сколько-то лент вам понадобится. Вот. Самое интересное, когда если заглянуть сюда, смотрите. Это чуть ли не ценнее самой ленты. Видите? Я прикладываю лекцию. Вот, смотрите. То есть куплен был саженец у него, а снимали уже у меня попутно заехал. Видите, какая получилась неприятная история саженец. Саженец фактически мертв, потому что уже не заблудимся. Прививочная лента. Понятно? Вот это. Трудом порвало? Это я, здоровый мужик. А она вот такой ширины. Вот это один фильм. Так. А вот второй фильм. Уже, а вы представляете, что все это вместе... Представим себе, саженец растет. Да? Представили. Конечно, мы сейчас, если бы он рос, я бы постарался, он бы тут держался бы сильно, ну, корененную землю. Я бы постарался бы вот здесь сделать косой средств. Как можно ближе к земле. Это мой фирменный привод. Ну, да. Так. Ну, все это стоит вместе с лентой. 500 рубриков. Видите? Скажут же, что дорого. Ну, добавлю то, что из этих 500 рублей моих только 250. Вот. Ни одной рекламации. Вот. Ни одной рекламации. Ну, наконец, 20 дисков. Вот. Это видеофильмы. Согласитесь, что если совместный проект Краснодарского и Средногорского телевидения, да? То есть я, меня снимают профессионалы, показывают по телевидению, да? И отдают мне копию, и получаются учебные диски. Здорово, нет? Вот. А 300 рублей – это цена бутылки водки, причем очень плохой водки. Вот. Хорошие за 300 не купишь. Так. И теперь, в общем, тут семинар в Москве – это уникальная вещь. Это называется 11-й, 12-й, 13-й. Уникальная вещь, потому что все три дня я читал лекции в Москве. Полный набитый зал, причем два было потока. Это было, я был в шоке, но я постарался. Все это было снято. Вот. И превратилось в три диска. Три из шести дней, три дня. Потом повторы, но три дня снято полностью, полностью. И в результате появилось три диска, которые мне цены. Вот. Но особо отмечу. Вы представляете, статификация разжевана, серенки, работа с серенками разжевана. Вот. Селед в Селябинске – это вершина моего успеха. Это какой-то особый подъем, какое-то особое состояние. Вот. Это что-то было… Сам потом смотрю себя и не могу поверить, что это я. Вот. Там настоящий железо. Вот. Там уже все было настолько убедительно. Фотографии такие подобраны. И так далее. А еще просто. Хожу по саду, рассказываю. Это что-то еще важнее. Хожу по саду, рассказываю, 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 рассказываю. Но сад-то ломится от фрукта. Вы посмотрите. Я сам не верю. Может быть, все снилось. Может, все эти 37 лет мне все это снилось. И, наконец, я, когда беседовал с Станиславом Аркадьевичем, я вспомнил про диск номер 4. Дело в том, что редкий случай. Человек вообще не в теме. А кто в теме? В теме – это выкопать яму метр на метр, наполнить всякой гадостью. Вот. Потом, значит, купить изувеченный саженец или купить нормальный саженец. Это когда продавец. Вы только заплатили. После этого он берет секатор. Нет, он не делает, как железо. Он не отрезает верхнюю половину, чтобы нижняя лучше прижилась. Нет. Он отрезает нижние ветки. И не замазывая, вручает покупать. Говорит, бери. Это какое-то страшное... Да многие из вас это все уже проходили сами. И вот получается набор великолепнейший. Так. Можно все купить 20. Можно купить какую-то часть. Я специально обратил внимание на диск номер 4. Он мой любимый диск, но он самый непопулярный. А знаете, как интересно? Если бы, ну, возраст у Занеса Аркадьевича, благодаря которому появился эти фильмы, благодаря его письму, где-то от 40 до 50. 43-46, да? Это называется «Вся жизнь впереди». По моим меркам. Я взял и сказал ему, есть... Вначале покажу. Это статьи. Вы поверите, что человек мог за несколько лет, ходя по саду, рассказывая и перенося на бумагу, а потом на газетную бумагу. Вот это вот... Вы поверите, нет? Статья 112. Часть третья. То есть 112 раз, два, три, четыре, пять частей, шесть частей, 113, 119. Это те, которые уже просто... Уже не было сил подписывать, какая это... То есть название. Не было сил. Представляете? Ну, не было сил. Вот. И вот это все было напечатано в двух сибирских газетах. Ну, несколько штук еще в московских газетах. Вот. А почему я вам это показываю? Я сам сейчас только сообразил. Ведь если человек начнет... Они же по дату есть, да? Если начнет с самой первой. Я и там хожу по саду. Я что-то... Я не отказался ни от одного идеи, которые родились в моей голове еще 20 лет назад, когда я начинал это все печатать. Вот. Просто удивительная наблюдательность особая. Ходил, рассказывал, сфотографировал, получали статья. Ходил, рассказывал. Статьи пользуюсь бешеным результатом, этим успехом невероятнейшим. Вот. В то время было еще и люди хотели заниматься садами. Фанатиков было много. Вот. Я с ростом переучил, 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 переучил. Но то поколения уже нет. В садах. Или совсем старые, или уже на том свете. Это мое поколение. Я так задержался случайно. Вот. Когда повышали пенсионный возраст, вы же понимаете, для чего. Чтобы мы не дожили до пенсии. Так что я уже нахожусь за пределами этого. Так сказать. Ну, понимаете. Ну, это грустная тема. А здесь получается так, что если начать с первой, и постепенно, но, допустим, лето. Сейчас участок готов к посадке. Но еще есть время. И, наконец, моя грустная шутка, когда он сказал, Станислав, конечно, я поехал отдыхать в Анапу, через месяц займусь, я ему сказал, ну, давайте, давайте, это. Возможно, это ваш последний отпуск в этой жизни. Но нам, фанатикам, только дай возможность такую. Ему собирается он садить весной 22-го года. Значит, нужны семечки урожая 21-го. Примерно вот это я буду продавать. Уже не будет хасанского персика. Дикий мороз я не укрывал. Хорошо. Большая половина подмерзли так, что еле восстанавливается. Я буквально в шоке. Остался без урожая. А значит, и без заработка. Ну, еще не будет, может быть, нескольких сортов слив. Вот. Остальное будет. Я сильно изумечил эти годы деревья. И в этом году, я заметил, они начали дрифлить, а им по 20-30 лет. Вот. Новое поколение. Да я вам показывал, что такое свежее поколение. Жалко, у нас совсем мало времени осталось. Осталась минута с небольшим, и остановится съемка сама. А это значит, будет серия 3. А потом будет... Вот они, эти диски. Еще, еще, еще. Я больше семенов сейчас не пророжу, потому что люди скучать начинают. И начнется новая тема. Новая тема. Это я, как бы, анонс. Однажды у вас вырастут такие вишни. Вот. Вы посадите семечки, и у вас появится вот такой вот вишневый, овощный вишневый садик. И вы сразу переходите в разряд обеспеченных людей. Вот. Если у вас появится второй талант, это продать. Видите? А ведь это для Европы редкость необычайнейшая. А уж именно такого качества. Вот. Когда вам продадут саженец, если продадут, то вы сами, наученные, как тот дядя Ваня, сами сделаете метровый штамп, и от дерева останутся крошки до ножки. Ну вот, наше время истекло. На сегодня следующая запись не замедлит себя ждать. Вот такими кусочками я буду интриговать не только вас, Танислав Аркадьевич, а еще сотни-сотни садоводов. Жаль, вы не помогаете распространять мне эти ролики, и просмотров довольно мало. Ну пока, до свидания, друзья. Я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok